Сейчас в обиход входят простыни на резинке. Это очень удобно и практично. А сшить их можно своими руками. Быстро и просто. Как это сделать я покажу вам в этом видео. Смотрите видео до конца и узнаете как сшить такую красивую удобную простынь. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайк, делитесь ссылкой с друзьями в соцсетях. Вот так выглядит кровать со стандартным матрасом длиной 2 метра. Все фабричные простыни имеют такую же длину. Поэтому если мы простынь у изголовья натянули, то и в изножье мы матрас очень даже видим. По бокам мы можем его заправить, эту простынь. Но за ночь она вылазит, с боков вылазит. От изголовья она сползает и приобретает очень некрасивый вель. Приходится каждый день с утра поправлять простынь. В принципе, это не страшно, но надоедает. Что же делать? А сделаем мы с вами вот что. Мы сошьем простынь на резинке. Чтобы сшить простынь на резинке, нам надо понять, сколько материалов надо брать. Для этого мы это посчитаем. Самое главное у нас размер матраса. Вы вымерите длина на ширину. У меня 160 сантиметров на 20, на 200 сантиметров. У вас могут быть другие размеры, смотря на какой матрас вы шьете. Дальше. К этой длине мы должны прибавить размер. Это размер. Высота матраса. Мы меряем высота матраса. У меня это 19 сантиметров. 19. И с этой стороны. Вот этот размер. 19. Это все, что заштриховано. Это высота матраса. Этот кусочек прибавляется к длине матраса. С одной стороны. К длине матраса. С другой стороны. Этот кусочек мы прибавляем к ширине матраса. С одной стороны. И с другой стороны. и здесь вот этот вот размер у нас размер на подгибку который должен матрас снизу сколько зайдет снизу мы немножко под и в данном случае мы пойдем от обратного вот этот размер мы сейчас посчитаем я купила ткань сейчас мы измерим ее ширину и поймем вычтем ширину матраса вычтем высоту матраса и поймем сколько у нас идет на подгибку кромка по длине вот эта кромка это длина матраса ширину мире здесь ширину ткани было заявлено 2,20 ширина на самом деле 2,20 так и есть отрезать мы ничего не будем будем исходить из этого размера по 20 минус 160 минус 19 и минус 19 получилось 22 делим пополам получается по 11 сантиметров здесь и здесь теперь посчитаем сколько нам ткани надо по длине длина матраса 2 высоты матраса вот здесь у нас получилось по 11 сантиметров этот размер 11 11 сантиметров с этой стороны мы под резинку будем подгибать только один раз потому что здесь кромка а здесь у нас срез и нам надо будет еще оставить немножко материала пол сантиметра для того чтобы под 1 2 раза мы вначале подгибаем на пол сантиметра с этой и с этой сантиметра стороны а потом одинаково что с этой стороны цветы и здесь под резинку чтобы вставить туда резинку считаем сколько у нас получилось сколько нам надо ткани длина матраса 2 метра 200 сантиметров плюс 19 плюс 19 это 2 высоты матраса плюс 11 сантиметров то что у нас подворачивается снизу один сантиметр с каждой стороны 22 и плюс один сантиметр который мы вот здесь на подгибку у нас получилось двести шестьдесят двести шестьдесят один сантиметр длина ткани которая нам необходима для изготовления простыни нам сейчас надо по той стороне который имеет средств не так который от кромка то которой кромка мы не трогаем а там где спирта средств закладывать 5 миллиметров и прострачиваем и с этой стороны из противоположной вопрос зачем мы сейчас подогнули на пол сантиметра с этой стороны и с этой стороны подогнули который мы оставляли на подгибку сейчас вот эта сторона эта сторона и эта сторона они равны друг другу дальше нам надо зашить этот угол нам надо убрать вот эти углы как мы это будем делать мы сложим и вот этот размер у нас получился 19 плюс 11 вот этот размер 19 этот 11 получился у нас 30 сантиметров мы его либо отмеряем линейкой либо от угла отмеряем линейкой ставим перпендикуляр чертим к этой линии можно найти эти 30 сантиметров загнуть на ткани это тоже будет видно и по этой линии мы прострачиваем и так прострачиваем все четыре угла вот у нас угол складываем это линия к этой линии прям строго из угла расправляем отмеряем от угла 30 сантиметров чтобы ткани сдвигалась мы зафиксируем теперь таким образом если нет треугольников таким образом складываем не соединяем эту линию цветы и вот у нас линия по которой мы должны приложить строчку прострачиваем обрезаем и обрабатываем шов и так все четыре угла вот мы прострочили угол обработали его на верлоке остался последний этап нам надо будет пришить резинку резинка у меня 12 миллиметров шириной пришивать мы ее будем только по углам посередине вдоль прямых линий пришивать ее смысла особого нет пришивать мы будем только по углам чтобы она подтягивала угол и заводила под матрас держала там нам надо подогнуть вдоль по всему периметру на 17 миллиметров откуда такая цифра 12 миллиметров ширина резинки резинка шириной 12 миллиметров 12 миллиметров резинка плюс 2 миллиметра на свободные чтобы она у нас продергивать свободу нигде не застревала и от края мы все равно строчку боже будем не не точно в сам край а миллиметра 2 значит 2 до 2 до 12 16 миллиметров 16 миллиметров подгибаем и делаем строчку причем и поскольку мы углы будем резинку вставлять только по углам 40 сантиметров от угла застрачиваем 40 сантиметров оставляем вход для резинки чтобы мы могли вставить и дальше застрачиваем отмеряем от угла 40 сантиметров и здесь начинает 40 сантиметров оставляем здесь небольшое окошко не простроченное для того чтобы вставить резинку дальнейшем мы это окошко за строчим вот мы прострочили оставили вход для того чтобы вставить резинку вставляем резинку с этой стороны у нас тоже окошечко какой длине резинку брать берем нашу резинку вот размер натягиваем ее чтобы резинка тянула до этого размера нам нужно здесь двойной размер таких штуки прикалываем две булавочки при помощи одной будем продвигать резинку другая не позволит резинке там исчезнуть даже если у нас клинка немножко там перекрутится ничего страшного в этом не будет потому что она под матрасом и мы ее чувствовать не будем почему мы вставляем резинку а не пришиваем не пристрачиваем ее резинка в процессе эксплуатации стирок может растянуться если мы ее пришьем мы ничего с ней сделать не можем ничего если с этой резинкой что-то случится мы всегда можем надрезать вытянуть и укоротить зафиксируем булавкой кончик убираем сейчас прострачиваем первонаперво прострачиваем фиксируем резинку а далее за строчим наш карманчик и здесь также булавку убираем аккуратненько чтобы резинка туда не улетела и все прострачиваем фиксируем резинку и за строчим кармашек вот сделали вертикальную строчку закрепили резинку и зашили карманчик у нас углы получаются такие подрезиненные простынь шила одела ее на матрас смотрите как аккуратненько из ножья смотрится матрас не видно заправлено все и ночью не вылезет оттуда как бы вы там не крутились по бокам тоже все аккуратненько заправлено в изголовье кровати тоже все аккуратно заправлено получила замечательная простынь очень удобно в эксплуатации подписывайтесь на мой канал в следующем видео мы будем обыкновенную простынь та которая у нас уже была которая имеет стандартные размеры делать из нее простынь на резинке чтобы и на них нам было удобно спать